КВ-3 По которой вы можете потом перейти и посмотреть видео Также оставлю ссылочку в конце видео Для того, чтобы было проще переходить Итак, КВ-3 Что собой представляет КВ-3 в целом? Я скажу откровенно Для меня танчик был проходной Мне он как-то не сильно зашел Ну не знаю, не понравился он мне И вообще, честно говоря, я очень торопился к ИС-4 Уж больно я хотел себе эту десятку И честно говоря, у меня на данном танке нет 100% экипажа И топовые орудия у меня все открыты Только лишь потому, что, допустим Самое уматовое орудие на данном танке А именно Д-25Т Оно открывается автоматически Когда вы проходите КВ-4 и идете к СТ-1 Вот это орудие То есть, как только вы по этой веточке пройдете к СТ-1 У вас автоматом на КВ-3 Откроется топ 8 уровня Поэтому, в принципе Оно у меня и открыто Я не выкатывал этот танк в 100% Ну просто потому, что не видел в этом смысла И хотел добраться до десятки Если вы преследуете плюс-минус ту же самую цель Вернемся к вопросу о том, что у меня не 100% экипаж От чего я, в принципе, акцентирую внимание на этом вопросе Да просто потому, что Как видите Для того, чтобы выкатать КВ-4 и открыть его Мне не понадобилось столько времени и столько боев Что у меня открылся бы уже автоматом 100% экипаж Как правило, на многих танках получается так Что пока вы выкатываете следующий уровень У вас автоматом набирается 100% опыта экипажа И, соответственно, у вас танчик уже будет полностью заряженный его экипажем Что же касается КВ-3 То у меня получилось абсолютно спокойно Пройти на базовой пушке Без домазывания какой-либо части из свободки И перейти на КВ-4 Ничего для этого не затрачивая Поэтому у меня открыта исключительно Ну, башенку, да, там я уже в процессе открыл Уж больно мне хотелось, чтобы она была более бронированная Больше я не качал ничего У меня базовый двигатель, у меня базовые гусли Поэтому сегодня для чистоты эксперимента Поскольку мы смотрим на эту машинку как на проходную в данный момент А не рассматриваем ее в топе И насколько она хороша, когда вы все полностью в ней прокачаете То есть осматриваем исключительно вопрос того Насколько тяжело будет выкатать на базовом орудии КВ-4 Соответственно, на базовом движке, на базовых гуслях Потом зайдем еще в каточку на топовом орудии Ну и посмотрим, насколько они разнятся между собой Ну, как-то приблизительно так Итак, ребят Пушечка базовая собой представляет 2000 ДПМ Я бы сказал, что это очень приятно для 7 уровня Вполне нормальная циферка Скорость перезарядки 9,2 Там 9,3 Но немножечко долговато Но в целом терпимо Тем более, что танчик в принципе бронированный Сказать о том, что он картонный, нет, не скажу Там есть зеленые места, но в основном Ну, как бы танчик вполне играбельный Я имею ввиду в отношении Времени перезарядки, как его пережить Средняя бронепробиваемость 167 единиц Ну, честно говоря, как для тяжа Маловато Но это базовая пушечка Топовую сейчас обсудим И средний урон 320 единиц Вот это уже приятно Для 7 уровня, для тяжа 320 единиц При том, что танчик имеет 1600 единиц То в принципе показатель, ну, нормальный Не будем говорить, что он шикарный Но он нормальный, он неплохой Углы склонения минус 7 вниз И плюс 24 вверх Плюс 24 вверх, ну, особо не оцениваем Вот вопрос углов склонения вниз Я бы сказал, что маловато Но, ребят, у него настолько бронированная башня Когда ты на нее смотришь в торец Что в целом, если бы наделили его Минус 8, минус 10 Но это было бы тогда просто вот Играл его исключительно от каких-то холмов И фиг бы вас, кто куда пробил в башню Поэтому, в принципе, разрабы правильно сделали Что наделили его таким углом склонения Теперь давайте посмотрим на топовую пушечку Топовая пушечка что-то теряет Что-то приобретает Время перезарядки становится больше Но при том, что время перезарядки увеличивается И увеличивается, пускай даже альфа на 80 И, соответственно, уже будет средних 400 И бронепробиваемость повышается на 8 единиц Не существенно, но она повышается Ребят, танчик существенно теряет В том, сколько он делает ДПМа 1800 ДПМа И вам еще надо пережить 13,3 секунды перезарядки Да, увеличивается время Уменьшается, точнее, время сведения До 5,7 Я бы не сказал, что существенно И разброс Ну, я бы сказал, что вот Ну, можно и не говорить ни о чем Потому что 0, 0, 0, 0, 0, 9 Как бы, ну, согласитесь Это даже не смешно Поэтому, ребят Вот эта вот пушечка топовая Она спорная Есть еще вот такая пушечка На которой 280 единиц То есть меньше, чем у базовой Зато увеличивается скорость перезарядки Увеличивается бронепробитие Уменьшается время сведения И разброс на 100 метров Соответственно, увеличивается ДПМ Но там вообще тоже разговаривать не о чем Есть еще вот такая пушка Но тоже 400 14 с копейками А в то же время Среднее бронепробитие Только уменьшается Короче говоря Пушечки Вот прям на любой вкус Это один из немногих танков Где пушки Прям вот совсем Имеют разницу между собой В конкретных показателях И вот если вам не хватает ДПМ Ну, соответственно Берете себе Самую ДПМную пушечку Базовую Если вам не хватает пробития Ну, соответственно Берете что-нибудь из топчиков Там, где повышается Если вы хотите наносить Допустим Там по 400 единиц урона И иметь время сведения И так далее Но ваш ДПМ падает То берете себе Вот эту пушку Д-2-5-Т Короче говоря Ребят Орудие на любой вкус Абсолютно Сейчас закатываемся с вами В катку Посмотрим Что этот танчик может в рандоме И насколько сложно Его будет выкатывать Исключительно на его базовом орудии Соответственно С базовым двигателем Базовыми гусами Погнали в замес Ребят Пока мы забегаем в бой Хочу попросить каждого из вас Вот здесь вот внизу Есть желтый шильдик Наведите на него Пожалуйста Мышью И в один клик Подпишитесь Пожалуйста На мой канал Я вам буду безумно благодарен Эта подписка вам не стоит Ровным счетом Ни гроша Ну прям Ни одной копеечки А для моего канала Это огромный ваш вклад В развитие Моего начинания Мне очень хочется Чтобы у меня было Максимум Зрителей Которым я буду предоставлять Максимум Хороший А главное Честный И справедливый Контент Без всяких подкруток И расхваливания Того Чего Но как бы Расхваливать не надо Итак Ребят Давайте заценивать Подвижность Да Безусловно Это базовый двигатель Это базовые гусли Поэтому танчик В таком состоянии Играться будет Сложно Я не могу сказать Что он подвижный Нет Он не подвижный Это вот такая вот Груда стали Которая Медленно Катится Честно говоря У меня такое ощущение Что я еду на Маусе Ну или на какой-нибудь АТшке Поэтому Что касается Подвижности В базовом Его состоянии Разговаривать Просто не о чем Подвижности Просто нет Как таковой Что же есть взамен Взамен Есть очень хорошо Бронированная башня Довольно неплохо Бронированный корпус Можно отыгрывать Ромбом По крайней мере У меня это получается Если вы со мной Не согласны Если вы считаете Что нет Оно неиграбельно Но соответственно Я имею ввиду Бронирование неиграбельно Соответственно Напишите об этом В комментариях Возможно кому-то Ваше мнение Будет полезным И интересным Также напишите Если вам не сложно В комментариях Касательно того На каком орудии Вы играете На этом танчике Ну или с каким орудием Оно у вас Застыло В вашем ангаре Ну и соответственно От этого Можно сделать вывод На чем вы остановились Когда играли на нем Что для вас Было самое играбельное Итак Что касается Сведения Сведения На дальних расстояниях Ну вот Просто никакущие Просто никакущие Огромный Радиус Сведения Да То есть круг Сведения такой Что там поместится Не один танк А даже несколько Ну и честно говоря Особой точностью Данное орудие На дальних расстояниях Абсолютно Не отличается То есть в принципе Отыгрывать на этом танке Где нибудь Находясь на третьей линии У вас однозначно Нормально Получаться не будет Ну просто По определению То есть вот там Вот где-то стоит М6 И вот посмотрите Да там То есть Ну насколько Огромный Круг разброса Что касается Скорости полета На дальнем расстоянии Сейчас не в кого Просто шотить А бросить от балды Честно говоря Не хочется Для того чтобы Уходить на перезарядку Ну вот давайте Сейчас попробуем Вроде не пробита Но летит В принципе бодренько То есть сказать Что вам будет Уныло отбрасывать На дальних расстояниях Нет Но ребят На дальних расстояниях Надо еще умудриться Кого-то выцелить Ну вот сейчас Ушел с засвета Попробую бросить Просто наугад Буду отходить Так как в бочинку Мне уже прилетело И не хочется продолжать Пока короче говоря Я вот так вот Медленно и неспешно Катался на этой груди Стали Которая в принципе Я бы сказал В таком состоянии Больше бестолковая Чем толковая Наших ребят Уже разобрали Я стою в городе Не знаю Что у меня с этого получится Получится ли вообще что-то Я думаю Что шансы Не велики Но попытаемся Что-то сделать Сдаваться мы не будем Ну вот сейчас Точность орудия На среднем расстоянии Показывает себя Уже довольно неплохо То есть в принципе Сказать что В этом Круге Сведения Снаряд Прям совсем Фиг знает Куда летит Нет Такого я про танчик Сказать не могу Лучше всего Конечно этот танчик Играется на ближних расстояниях Тут вопросов нет Но вот Когда надо попасть Без полного сведения Особо Таи не кинешь Сейчас попытаюсь Разменяться ХПшкой Скорее всего С вот этим вот Товарищем Крушителем Если он вылезет Для того Чтобы на меня Посмотреть Ладно Не хочет он Со мной бодаться Понимает Что лучше Подъехать поближе Или обойти Ну вот честно говоря Наносить Тот урон Который есть На базовой пушке Мне никогда Не было Ну не то чтобы Скучно Но мне никогда Не было грустно То есть в принципе Если вас Бросает В бой В котором Вам повезло Нормально Выехать туда Куда надо То в целом Танчик Вполне нормально Наносит Да Это не имба Безусловно Там Какая-то сумасшедшая По урону Но в целом Это играбельно Ребят Я отыграл Этот танчик Абсолютно Спокойно Может конечно Немножко С печалькой Потому что Фана Он Ну не совсем Приносит В таком состоянии По крайней мере Ну вот сейчас Попробуем Кинуть Ради интереса Ладно Поедем Давить товарища Поближе Продолжая разговор По данному танку Хотелось бы сказать Еще раз Что я прокачал На следующий уровень То есть перешел На восьмой уровень И взял себе Следующего КВ Не открывая Ни топовых Гусениц Ни топового Двигателя Я не могу сказать Что мне Это было сложно Мне это было скучно Это вопрос другой Но то что мне Не было сложно Это точно То есть в принципе Танк Вполне нормально Играется Даже без топового Того что можно На нем Открыть Ну вот как то так Вылез он на нас Наверх И мы сделали Свой второй фраг Теперь давайте Ребят посмотрим На результаты боя Посмотрим Что этот танчик Нам дал И соответственно Посмотрим Сколько мы Опыта получили Я думаю Что это самое важное Урон Тысяча единиц В принципе Ни о чем Два фрага Но это такие себе Фраги Я не могу сказать Что они прям Супер пупер Что касается Того Сколько мы получили Опыта Ну поделите Просто на два И вы получите Что мы получили Грубо говоря 700 единиц Опыта И мы Третье с конца Но из песни Слов не выбросишь Как я люблю говорить Вот так он играется В его базовом состоянии Я сейчас поставлю Топовую на него Пушечку Добавлю себе Немножечко Ну как нибудь Вот так вот От балды Галды И для того Чтобы меня потом Не забрасывали Фекалиями В комментариях Я открою Все таки Пускай там Спущу какую-то Часть свободки Я открою Топовый двигатель Топовые гусли И мы сейчас Попробуем Заценить с вами Этот танк Во всей его Вроде бы Как бы Предполагаемой красе Ну а получится Или не получится И что выйдет Давайте сейчас посмотрим Непосредственно в замесе Погнали в бой Вообще ребят Честно говоря Я уже устал Отвечать на комментарии По поводу того Что я выкатываю Танки Не всегда в топе Не с топовым Оборудованием Не с топовым экипажем Но короче говоря Не прям Во всей Во всей Вот Золотой Обмундировалке Которые только Можно поставить На танк Ребят Я исхожу из того И часто пишу В комментариях Что с таким же успехом Можно купить Какой-нибудь Но старенький Москвич Или Жигули И поставить На него двигатель От какого-нибудь Мазератти И заценивать его Но только вопрос Заключается в том Что заценивать То вы будете Не тот автомобиль Который вы изначально Взяли Допустим Тот же самый Москвичонок Какой-нибудь 412 А будете Заценивать Уже не совсем Москвичонок Поэтому я пытаюсь Пытаясь Делать честные Обзоры На танки Показываю их Такими Какие они есть На самом деле Какими вы их Возьмете себе В руки Изначально Вот даже Открывая десятку Вы же не получаете 100% экипаж Ну и как правило Вы не имеете Там желания И возможности Закинуть Косарь голды Для того чтобы Получить 100% экипаж Вы же начинаете Его выкатывать Вот соответственно Я и показываю Каким вы получите Танчик изначально И каким он будет Возвращаясь К нашему танку Смотрите внимательно Насколько изменилась Подвижность данной машины Она изменилась Существенно Но не настолько Чтобы прям Вот машина Взлетала Хотя подвижности Хватает Вопросов нет Что касается Орудия Да безусловно Данная пушка Будучи топовой И почему я и говорил Изначально Что я люблю Именно это орудие Наносить по 430 Но безусловно Более фаново И весело Чем наносить Меньше Что же касается Бронирование танка Ну вот сейчас Как я понимаю У нас есть Все шансы Его заценить Главное Не подставиться Так чтобы Эти трое Товарищей Нас начали Бешено Раздамаживать У ИСа 2 Не хватает Угла склонения Поэтому из-за горки Оттуда он нас Не выцелит Наши ребята Почему-то уехали Вообще Непонятно куда И как я понимаю В принципе Мои шансы Здесь что-то сделать Самостоятельно Но Крайне маленькие Понятное дело Что в корму Меня разбирают Разбирают Жестко Разбирают Крайне больно И неприятно Попытаемся Хоть что-то Поотбрасывать Ну видите Немножко Отрикошетило Но ребят Самому Против четверых Но согласитесь На каком танке Вы бы не заехали Особого результата Не получишь Досматриваем бой Запрыгиваем в следующую катку Чтобы посмотреть этот танк Но скажем так Хотя бы подольше Итак ребятки Закончился бой Вот Обратите внимание На топовом орудии Мы нанесли 1750 единиц урона И я бы сказал Что мы это сделали Гораздо быстрее Ну согласитесь Гораздо быстрее И гораздо комфортнее И проще Чем на базовом орудии Тут вопросов Абсолютно никаких нет Что же касается Нашей результативности 655 единиц опыта То есть танцуем В принципе Плюс-минус В пределах тех же цифр Но только здесь Мы получили В плюс серебра Что касается Нашего места По урону в команде Второе место По урону Ребят Это победа Это второе место И это с учетом того Что нас вынесли Если не ошибаюсь То ли первыми То ли вторыми По-моему первыми Короче говоря Разговор о чем Да кстати Пока не забыл Хочу лайкнуть Вот этого вот товарища Он действительно молодец Чифтейн Вот уважу Хай респект Он не сдался Он реально Бодался до последнего Но я очень сильно Не люблю позорников Которые поднимают Пушки наверх Ребят Не сдавайтесь никогда Всегда боритесь До последнего Вне зависимости от того Какие шансы на победу Главная борьба Забрасываемся еще В одну каточку Посмотрим Возможно здесь поживем Немножко подольше Возможно здесь Набьем немножко побольше Нас забрасывает Далеко не в топ Мы будем играть Против восьмерок Против нас есть Объект 252у Машинка очень бронированная И честно говоря Сталкиваться с ней На седьмом уровне Будучи на седьмом уровне Сталкиваться с ним Желания абсолютно Никакого нет Но короче говоря Тройка другая Врагов Меня смущает Смущает меня Товарищ Барабанный Который у них есть Короче говоря Сейчас Поедем На линию ТТ Посмотрим Что мы можем Соответственно В данном случае Против восьмых уровней Насколько нам будет комфортно Ну а пока едем Давайте вернемся К вопросу Насколько Мобильным Стал танк После того Как мы установили Гусли И двигатель Да Безусловно На топовом двигателе На топовых гуслях Танчик выглядит Совсем по другому Он совсем по другому Себя ведет В передвижении Он совсем Комфортней Стал передвигаться По сравнению С тем Что было раньше Время сведения И разброс на 100 метров Я бы сказал Что в пределах того Как и было раньше Я не ощущаю Вот знаете Можно посмотреть на цифру И сказать Там стало лучше Или хуже Но могу однозначно Сказать Что по конкретно Ощущениям В игре Разницы нет Практически Никакой Ну прям Совсем Никакой Разницы нет Давайте Подкатимся Чутка поближе Там сверху Есть ПТшка Она спряталась Бедная Кину наугад Уж простите меня Но да Вот так вот Без сведения На ходу Кидать с этой пушки В принципе Я бы сказал Больше дискомфортно Чем комфортно Но короче Результативность Такая себе Подъедем поближе Товарищ бронированный Так Ну стоять боком На данной машине Как бы вообще Противопоказано Я бы сказал Опасно для жизни Поэтому будем уходить Есть Тигр второй Который Довольно таки Бронирован Будем накидывать По нему Голдой Так как Другого варианта У нас В принципе Нет Но Ромбовать Танковать Как-то Не очень Получается Короче говоря Вот такой Вот получился Никудышний Бой Пробивают Башню Сзади И сбоку Пробивают Верхний Бронелист Ну Как я и говорил В принципе Здесь Крайне хорошая Броня В первую очередь На башне Когда вот Смотришь на него Прям В прямой проекции Что же касается Его бронирования Но Верхнего бронелиста Вообще Разговаривать не о чем Я имею ввиду Там где вот Сидит механик Ну и Соответственно Бока башенки Тоже будут шиться Поэтому ребята Будьте готовы К тому Что вам Ну Как правило Чаще надо будет Отыгрывать От башни Я думаю Что досматривать Результаты боя Нет никакого смысла В принципе И так все Понятно Ну и можно В принципе Подводить Какие Никакие А маленькие Итоги А итог мой Будет такой Я сейчас Возьму Вот так Вот Ради интереса Перекинусь На Товарища Где он тут У меня потерялся Из КВ Четвертого К которому Ведет Этот танчик Ну и соответственно Скажу вам следующее Выкачать вам КВ четвертого Я бы не сказал Что составит Большого труда Я бы сказал Что в принципе Больше доставит Вам скуки Теперь Что касается Позитивов Негативов Танка Ну и соответственно Как его Использовать В бою В бою На нем Надо находиться Где нибудь Но поближе К первой линии Потому что Все таки Танк тяжелый Ну и соответственно Поменять направление Вы не сможете Значит лучше Ейте сразу По прямой И не отстаивайте На дальних расстояниях Потому что Как на базовой пушке Так и на топовой пушке Точностью Он не отличается Играть Да Играть желательно Где нибудь От каких-то Горбов Холмов Чего нибудь Такого То что позволяет Плюс-минус Что-то куда-то Прятать Особенно Вот эту вот Часть Но здесь Пранки Там тоже Есть Нет Где как Короче говоря Танчик проходной По крайней мере Для меня Если вы со мной Не согласны Напишите об этом В комментариях Открывать или не Открывать топовые Гусеницы И топовый двигатель Ну посмотрите На первый бой И на вторые два И вы В принципе Для себя Решите А надо ли вам Тратить тот опыт Который вы будете На нем Зарабатывать Для открытия Топового движка И топовых гусель Для того Чтобы просто Перейти на КВ-4 Если захотите Себе его оставить В ангаре Ну это совсем Уже другой разговор Что же самое Касается и топового орудия Я же повторюсь Прошел его на базе На базовой пушке На базовом двигателе На базовых гуслях Ну и в принципе Об этом абсолютно Не жалею Честно говоря Немножечко жалею За то что сейчас Слил Свободку На открытие движка И гусель Которые Ну не прям Совсем Много зарешали Мне В подвижности Данной машины И в ощущении танка Хотя что-то приятное В ней все-таки Появилось После того уныния Которое было На полной базе А на данный момент У меня все Всех благ Всего хорошего С вами был ГСН И КВ-3 На обзоре Всего хорошего Мирового беспокойства Мирового беспокойства